Добрый день! Сегодня анбоксинг и у нас целый набор от компании Чи. Кубики 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5. Сравнивать будем с подобным набором от компании Кубин Класс Ром, собраном от компании Мою. Посмотрим, кто лучше и какова комплектация каждого из наборов. Такой наборчик у нас уже был. Когда-то в видео здесь ничего хитрого, 2х3, 4х5. И в коробке только кубы и инструкции. Коробочка от Moffong более красочная. Мац Фолк, как он говорит, его лучше называть. Сзади изображение самого набора. То есть может быть версия цветового пластика и версия из черного пластика со стикерами. Помимо такого набора, есть еще набор из не кубических головоломок. Вернее, скрюб, мегаминкс, мастерморфикс, пирамидка. Ну и версии из черного пластика вместо мастерморфикса и Викуб. Но про это будет отдельное видео в следующий раз. Сейчас давайте вскроем оба набора и будем сравнивать. Помимо того, что коробка от ЧИИ значительно превосходит в размерах коробку от Cubing Classroom, мы видим в комплекте еще вот такую вот инструкцию, как к различным головоломкам. Вернемся к ней попозже. Сейчас посмотрим на сами головоломки. Упакованные, в принципе, похоже. Здесь крышечка, здесь крышечка. Но компания мою, в счет, все это с доброго скотчем. Компания ЧИИ на этом сэкономила. Достанем сами кубы и рассмотрим поближе. Сразу видим основное отличие по комплектации. В компании Cubing Classroom есть отдельная инструкция о каждой головоломке. По крайней мере, для каждого кубика есть своя инструкция. У компании ЧИИ одна большая инструкция сразу на все. Причем не только на те головоломки, которые есть в наборе, а вообще на все, которые выпускает эта компания. Ну и поочередно сравним каждую головоломку из каждого набора. У ЧИИ эта двушка TD, которая, в принципе, неплохая. Для новичков вполне сойдет. Стандартный матовый пластик серии ЧИИ, которая есть у Mofang. Ну, как бы, бюджетная двушка и ничего выдающегося в ней нет. У компании Cubing Classroom в комплекте идет двушка MF2S. Одна из лучших бюджетных двушек. Которая очень быстрая. Многие еще и махнитят. Многие немногие, но кто-то махнитит. И получается весьма интересный результат. Это все-таки одна из лучших двушек бюджетных. И она явно превосходит двушку ЧИИ. То есть в этом набор от Cubing Classroom превосходит. Дальше. У ЧИИ в качестве 3х3 кубик Warrior V. Это очень неплохая бюджетка. Многие именно с нее начинают. Цветной пластик. Все такое. Характеристики достаточно высокого уровня. Быстрый кубик. Уголки не фликруются. И все хорошо. То есть этот кубик очень подходит многим новичкам. И его всем советуют. Вполне достойный. Ну и с коробочкой они почему-то все сухие. Хотя вроде как смазка внутри должна быть. Ну в целлофан не упакованы. Возможно высохли. Но Cubing Classroom здесь MF3 RS. А это кубик. На ступеньку немножко повыше. Мне кажется чем Warrior. Если рассматривать набор из черного пластика. Там просто кубик MF3 будет. Кубин Classroom. А вот из цветного именно MF3 RS. И это замечательный куб. Он бюджетный. Но как бы уже среднего уровня. Не совсем начинающего. Если сравнивать его с тем же Go Long. Который будет аналогом Warrior. То это конечно получше. Можно сразу сказать. Что 2 и 3 в наборе от Cubing Classroom лучше. Но не все так гладко. За дальнейшими кубиками. Серия Chi продолжается. Все тот же матовый пластик. Четверочка этой серии. Неплохая бюджетная четверка. Конечно до Таннер Клапа далеко. Но все это бюджетная. И для начинающих очень неплохой вариант. Кубин Classroom. Это MF4S. Что сказать. С коробки она совсем затянутая. Совсем-совсем. Тоже кубик неплохой. Но из бюджетных четверок от Moe. Мне больше нравился Guansu. Хотя вот конкретно. Вот эта коробочка. Которая я только что открыл. Есть такое вполне приятное вращение. В этой четверке. И есть еще одна такая. И чтобы она получше вращалась. Я ее расслабил. Из-за этого она стала такая достаточно шумная. Для начинающих. Да. Неплохой выбор. Но мне кажется все-таки четверка от Moe. Атмофанга получше. По моему субъективное мнение. Не так часто кручу бюджетные. Главоломки. Но. Мне кажется что так. И пятерка. Опять серия Чи. Вот тут Атмофанга. Хорошо настроены кубики в этом наборе. Мне прям радует. Пятерка. Очень-очень неплохая. Значит мне больше нравится Yucin Cloud. Которая той же ценовой категории. Но. Вращать приятно. Ну и. Антицарапающийся пластик. Пластик который. Способен выдержать легкие царапины. Тоже хорошо. Пятерка же от Кубин Кластков. Мне кажется. Ну она конечно. Крутится. Но. Она уступает. Опять же. По моему субъективному мнению. Можно ее приобретать. Если это первая пятерка. Но. Я все-таки наверное посоветовала Yucin Cloud. И. Кубик от ЧАИ. Мне кажется. Все-таки получше. Если вот такой беглый взгляд. Просуммировать. То. У Кубин Класткова. Двушка. Трешка. Лучше. У ЧАИ. Четверка. Пятерка. Получше. Здесь. Два и три. Кубики. Они. Нормальные. Но уступают. Ну. Кубин Класткова. Ситуация наоборот. Двушка. Трешка. Очень хорошие. Прям очень хорошие. Ну. А эти. Удовлетворительные. Кубы. Четыре и пять. В принципе. Начинающему спидкуберу. Можно выбрать. Любой набор. И он. Как бы. Подойдет. Просто. Если хотите. Получше. Трешку. И двушку. То. Лучше взять. Компанию. Мою. Кубин Класткова. Если более-менее ровное качество всех головоломок. То наверное все-таки чаи. Ну. Двушка терпимая. Трешка неплохая. Четверка. Пятерка. Вполне удовлетворительные. Ну. Отдельным плюсом в наборе чаи является вот такая инструкция. Плюс. Это конечно плюс. Но стоит заглянуть внутрь. Все на китайском. Это конечно хорошо для тех, кому нужно потренировать китайский язык. Но я не из их числа. Интересное оглавление. То есть можно посмотреть на какой странице находятся какие-то китайские иероглифы. Очень помогает ориентироваться. И это да. Сарказм. Все пояснения. Все на китайском. Затумка вообще замечательная. Сделать одну книжечку. Туториал по всем головоломкам. Мы видим здесь 3 на 3. Различные этапы. Здесь вот алгоритмы. Некоторые вот латиницы написаны. Конечно хорошо. Но опять же пояснения все на китайском. Вот трешке. Посвящено несколько страниц. Отдельно метод Фридрих. Язык вращений. Возможно это ценно. В принципе F2L читаемый. То есть здесь все ситуации изображены. Ну а алгоритмы написаны в латинице. И это хорошо. Это полезно. Так же ОЛЛ. Все то же самое. И ПЛЛ. Начинающим вполне подойдет. Для 2 на 2 опять. Куча китайского текста. И какие-то вот алгоритмы читаются. Куча пояснений на китайском. Не знаю зачем такое алгоритму. Нигде его не использовал. Но возможно кто-то знает лучше. Чем я строение 2 на 2. Его алгоритмы. Дальше пошла четверка. Кстати не заметил на дуушке. Каких-то продвинутых методов. Видимо только начинающая. Четверка. Показаны видимо. Какими-то странными обозначениями. Через T. Непринятыми у нас. Зачем? Ну тут конечно обозначено. Что TL. Движение двух граней. Сразу. А ну TULLIFT. Видимо. И переходим. Сразу пятерка. Опять куча пояснений на китайском. Пятерка. Шестерка. Или это уже. А 6 на 6 и 7 на 7. Видимо тут. Дальше. Мегаминкс. Вот особенно. Вот информативная вот эта сторона. Опять все в иерогрифах. Ну и Мегаминкс метод для начинающих. Ну благо здесь еще показано стрелочками. Ну а что-то я сомневаюсь, что новичок сможет вот по такой инструкции научиться собирать Мегаминкс. Ну берут меня сомнения. СКЮБ. Тоже все очень понятно. Пирамидка. Пирамидка, пирамидка. И ВИКУБ. Да, он конечно требует подробной инструкции по сборке. Я даже скоро запишу обучающее видео. Это опять же сарказм. Но видео я все равно запишу. 2 на 2 на 3. Кстати, очень неплохой от ЧИИ. Ну и кстати, и ВИКУБ тоже от ЧИИ. Хорошая головоломка. 2 на 2 на 3. Подробненько расписаны именно их метод сборки. Миршбокс. Зачем-то отдельный туториал. Он как бы здесь проводит аналогии с 3 на 3. Мастер Морфикс. Сквайр. И какие-то вот алгоритмы даже прописаны. Правда, к чему они относятся, можно догадаться только, если ты знаешь эти алгоритмы. Или вот так пробовать сопоставлять. Ну и кстати, вот алгоритмы для сквайра более-менее понятно написаны. Для перестановки углов. Должны быть, наверное, еще... Да. Перестановка ребер. Паритеты. Ну и в конце изображены все головоломки, которых здесь шла речь. И даже есть страничка для заметок. Задумка очень хорошая. Но сделали бы они хотя бы английскую версию. Даже не прошу русскую. Хотя бы английскую. Потому что английский язык знает гораздо больше людей. Ну, во всем мире, не считая Китая, чем китайский. А так, из этой книжечки, ну, наверное, полезны только продвинутые техники. Ну и так, пристать, посмотреть, что это такое есть. Помимо этого, вместе с этими наборами я еще заказал такие карточки. Компания MoFans предоставляет. И, если посмотреть, достаточно красивый дизайн. А на обороте те же самые F2L, OLL и PLL. Я не удивлюсь, что это те же самые алгоритмы, что в самой книжке. Карманно, компактно, информативно. Вот такие вещи продаются отдельно. И, я думаю, для тех, кто только изучает метод Фредрих, они будут весьма полезны. Подытожим. Оба набора, что от ЧИ, что от Кубин Класс Рума, хороши. Двушка и трешка умою. Четверка и пятерка чуть получше. У ЧИИ. Покупать можно любой набор. От этой инструкции большого толка нет. То есть, все эти алгоритмы можно также найти в интернете и в такой же удобной форме. Причем, вот эти сами карточки, я думаю, тоже в интернете будут доступны. В принципе, удобно, что можно в одной упаковке, да еще с ручкой, купить сразу набор начинающего спидкубера. Ну уж, какой выбрать, решайте сами. Я попробовал и тот, и другой. Оба хороши. Но в чем-то свое. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.